И всем привет, это Львина Салты, или это сервер ЕМС, или ЕОН сервер. Как видите, случилось плохое. Я переехал от них. Вот показываю пустые комнаты. Вот тут ничего у нас, как видите, помните, ничего нету. Ну, я их покинул. Вот, шучу. Да, я переехал, но я недалеко переехал. Так, я сделал себе полностью магик-кроп броню. Получил ботинки, сделал оружие, которые не ломаются. Крафтятся они таким сложным способом. Вот эти вещи не ломаются. Также я пытаюсь получить кирку, которая самовосстановление получает. Допустим, тут восстановление есть за счет этого. А, да, сделал жезл. Сжезл серебряный. Который себя в 100 вис вымещает. Также, вот, имею... Сделал себе томический щит. Вот. Не помню, показывал, не показывал. Систему папироработки эссенции. Тут мне, правда, помогли и сделали автоматический забор ресурсов. Потому что у меня было не сграбно сделано. Чуть по-другому. И все, сейчас стало работать очень быстро. Големы, ну, все же, так я понял, видите, иногда появляется новый... Выпадает новый, как это, зернышко. Из этих, к сожалению, так и не выпадает. И у нас увеличивается плантация вот этих вот эндерлилий. Ну, что, ферма работает. Ну, нам ее мало. У нас... Да, вот, кстати, сделал комнату, точнее, еще не доделал, которая будет у нас полностью, ну, тут опыт хранить. Ибо вот эта вот штука моя делает, дает очень много опыта. Особенно, когда мы уходим. Судя по всему, вот эта печка работает как чанк-лодер. И вот в этом месте все работает. И когда прихожу, тут до 40 опыта выпадает. И вот я его... Некуда его девать, точнее, не всегда есть куда его сунуть. Поэтому я его вот сливаю понемногу и вот переделал комнату. К сожалению, у нас или понерфили, или что. Вот один вот этот в квадратик вмещает одно ведро. Так, тут у нас почти что ничего не изменилось. Кроме вот этих механизмов у нас тут уже... Ху, я даже не знаю, как Грегом не занимаюсь. Ну, очень много механизмов, которые даже вот не просканивал, наверное. Адванс-машины появились греговские. Ну, вот, мы перешли на свою лаву. У нас все работает. Тут, вот, ой, не знаю, они даже очень много чего сделали. Ну, видать, я все про... Много чего сделали. Систему. Тут, вот, что они там плавят на данный момент. Что-то, что-то плавит. И тут вот сталь плавит. Ну, то есть, про Грег тех я ничего не знаю, не могу сказать. И это не моя. Вот. Так же я вот тут вместо адванс этого Грег теховской печки, которая, точнее, вместо Грег тех бойлера на лаве, я поставил вот этот вот паровой котел, который питает у нас, а есть, точнее, запитывает систему. Как видите, тут стоит паровая турбина из МФР, Main Factory Reload. Она запитывает вот этот вот, он все-то полный. Так же у нас вот есть, как видите, дробитель. Это у нас уже люди с большим энергетическим входом. Обновился клиент, появились трубы из Thermal Expansion. Ну, вот, как видите, всего у нас тут навалом. Так, это вот остатки от того, что он покопал. К сожалению, саженцев у нас маловато из этого. Эта система пока простаивает. Вот, по совместительству она тут является и выращиванием кристаллов. О, это у нас грех тех бойлер. Судя по всему, у нас механик Сибири ее уже пулё. Ну и закончил. Так, вот эта штука у нас облогенератор, который делает... Чё он уже так медленно делает? Ну, в котором мы получаем сжатый полыжник. Так, посмотрю, до какой стадии дошел пятикратный. Нет, до шестикратного еще не дошло, только вот. Ну, пока маловато. Тут, наверное, надо будет две или три линии делать, чтобы вот эта вот штука более-менее нормально работала. Сделана она очень просто. Вот стоит таких вот три апгрейда с улучшенными апгрейдами. И она генерирует, точнее, коблогенератор. Потому что, не знаю, изменилось, не изменилось. У нас нестабильные слитки и Сигил можно купить за бедроковский слиток. Вот, а бедроковский слиток... Его можем получить только... Где там это экстраутилитес? Бедроковский слиток. Где-то тут должен быть... Нет, не тут. Вот он, бедроковский рецепт. Или вот таким зверским способом. Ну, у нас алмазов жёлтых. Или вот таким. Блок бедроки, который, в свою очередь, получается из пережарки восьмикратного сжатого булыжника. Так что вот тут у нас пяти, шести, семи. То есть ещё система не добралась до шестикратного сжатия. Вот. Шестикратный мы уже получаем. Ну, мы им займёмся ещё, наверное, где-нибудь в стене сделаем ещё такую лестницу. Ну, точнее, так, у нас есть. Вот там у него опыта нет. О, странно. Поднялся. Кстати, этот лифт у нас на основном пути работает. Построили кораблик. Так, что-то у меня с эссенцией, что ли, кончилось. Нет, всё есть. О, чё у меня не работает. Шилд. Шилд. О, чё он не работает, интересно. Какой-то глюк, наверное. Надо пойти под накопить энергию. Так, что ещё? Ну, вот OpenBlocks. Система мы тут испытываем. У нас вот карта. Попросил человека сделать МФР с ферму. Но он как-то её сделал. Странно. Почему-то наверху я вот тут вот всё выровнял. Благо лопата у меня, ой, дай дороги копает. Ну, почему-то он сделал, как бы это сказать попроще. Ну, вот так вот непонятно. Ну, ещё у нас будет обнести кирпичом каким-нибудь. Что-то тут он понагородил и неясно. Вот тут у нас растения, там у нас зомби. А, вот, кстати, куда я переселился. Ой, это был бам. Так, тут почти что ничего нового. Тут я её немножко уже забросил, потому что мне хватает времени. Так, вот моя постройка, где теперь живу. Как говорится, я уехал и живу вот тут вот. Ну, просто того здания у меня за много. Этих норьям, наверное, хватит. И что я тут сделал? Ну, естественно, петечку, которая, вот, как видите, там стоит головный сундук. Отсюда переходит всё вот в этот вот сундук и посовместит магические бобы. Нечаянно я срубил своё серебряное дерево. Ну, тут, вот, помните, стояли деревья. Я рубил топором, посадил вот это вот дерево, а срубил отчаянно вот это вот дерево. И теперь у нас тут, по-моему, не, всё же тут ещё Magical Forest, как ни странно. Я думал, он уже пропал. Вот, оставил только боками с одной дерева ли не рубить. Это я тоже не рубил. Вот, ну, сделал это вот. Такую вот себе фермочку тут у меня хранятся, как они, шарды. Тут вот основные, ну, того, чего очень много. Тут у меня всё, что связано с крафтом. Тут всё, что связано с том крафтом. Вот броня моя бывшая. Напал на этих самых, на красный. И отряд. И получилось, убив, наверное, штук 30-20, их выбить только одни ботиночки. Почему-то, не знаю, но я ими не пользуюсь. Ну, вот, что ещё? Ну, тут у меня хранятся всякие причины. Да, вот, кстати, ещё один open-blocks подходящий. Так, ну, это у меня одежда. Тут раз... Ну, это понятно, это, как говорится, беспотельный котёл. Наверху у меня, как она, инфузионная, но я её пока не стабилизировал хорошо, поэтому у меня тут очень часто, как видите, дырень в потолке. Так, надо её заделать. Почему-то очень сильно агрится этот мой штука на мой потолок и вещь не его разносит. Хотя, наше стекло не нравится. Вот, также отдал в общее пользование... Ну, в общее пользование я отдал вот эту вот самую... Делал... Да-да-да-да-да-да... Леталку. Вот тут я поставил топливо, описал эту самую маленькую инструкцию. Вот это сделал пояс, леталку. Ну, это стандартные вещи из Томкрафта. Так, ещё, может, что-то не помню, что у меня есть. Тут вот бывает так вот, получил меч, перезачаровал на восстановление. Ещё собираюсь эти перезачаровать, но это требует очень много опыта, поэтому я немножко подожду. А также сделал вот этот лук и никак не мог понять, в чём его прикол. Оказывается, он не ломается. Они вечные, вот эти вот все инструменты. Такие, они вечно не ломаются, с ними ничего не случается. Но вот у этой формы есть, оказывается, маленькие такие проблемы. Вот, как видите, я бегу и влезть не могу. Если это вот снимаю, то почему это происходит, я не знаю. Ну, видать, как-никак формы довольно-таки тяжёлые. Но сейчас что у меня в планах? В планах я планирую замутить там, такую же автоматическую систему переработки руды. Точнее, вот этого угля, потому что эта ферма, как видите, скоро сейчас всё забьёт. Так я, наверное, перенесу, что-то начал делать. Вот я теперь подумал, что надо будет делать тут прямо, ну, под крышей дома своего делать. Вот так, знаешь, мне надо идти в ад, набрать вот этого адской камня и, как это сказать, пережарить его, сделать кирпичи. Дальше обеспечить всех вот этими не ломающими инструментами, вот этими вот шармами. А уже бронё им делать не буду, они технорибско делают сами. Вот, пчёлками тоже не занимаюсь, они у меня бедолаги, наверное, без присмотра передохали все, да. Вот, ну и на данный момент, наверное, всё, больше мы тут особенно ничем сильно не занимаемся. Нашёл залежи олова, они где-то там вот в горах олова оказываются у нас на 30, на высоких уровнях в горах находятся только лишь. Под землёй, конечно, есть, так, убираем все, термалэкспаншевский, термалэкспаншин, этот самый термалэкспаншин олова, но оно в маленьких количествах, а я нашёл в зале же очень, довольно-таки, не слабые. Так, вводим горы. Надеюсь, никто из нашего сервера уже не будет смотреть и не завладеет. Хотя я поставлю табличку там, вот, где-то тут эта штука была. А, так, тут вот ещё заодно хочу посмотреть, этот ещё появляется или нет, товарищ. Ну, не бежать, такие должны. А, нет, он. Ку-ку. А, загубил. Ну, вот, если туман, это, значит, появляется этот самый паразит. Ну, не паразит, так, где же... Вот олова, по-моему, где-то тут было. Так, чтобы вас не мучить, маркеры... Так, олова, 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 через ухом дерево, железо, огни, кварц, толкали за лиг, клан, кварц, круг, блин, не понял. Ай, во, тин включить. Готово. Тин, ай, вот же, перед самым носом. Вот, как видите, высота 87. Правда, тут кто-то уже был, но, видать, олова не заметил. А тут вот его у нас, это олова, и вот моя кирка. И можно набивать, сколько ты хочешь. Конечно, можно карьер тут поставить, но карьер как-то... И вот, пожалуйста, олова миллион. Тут, я не знаю, пробовал сканером на одном чанке, там, 80 с чем-то этой вот руды. Ну, так что, имейте в виду, если ищите грех тех и олова, то оно на очень больших, что такое, на очень больших высотах. Так, идем попробуем еще кого-нибудь загубить. О, у меня восстановился этот самый. Так, попробую оттуда еще выкачать что-нибудь полезное, может, не думаю. Где этот... Эть, 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 где, 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 где... Ну, темнеет. Так, я тут из... О, Игнис. Это выгодно. Надо забрать все, что тут есть. Сколько тут Игнис и... Все, что надо было, забрал. Но человек не появился, нет. Вот, такие новости. Продолжаем играть. И кому понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. Ждем новую серию. Пока.